Здравствуйте, дорогие птицеводы! В этом видео расскажем вам о проблемах с индюками после вывода от нуля до десяти дней первое время скажем, как мы с этим боремся покажем вам результаты нашей борьбы и вопрос, на который вы обязательно захотите услышать ответ после просмотра этого видео сразу скажу вам ответ Рыбакок не остался с нами его пришлось убрать Все ссылки на видео связанные с темой индюков будут внизу в описании прежде чем задавать вопрос, пожалуйста, посмотрите и не забывайте, что просматривая рекламу на нашем канале не нажимая кнопку пропустить вы поддерживаете нас и спасибо вам большое за это Еще один момент я помню прекрасно, что обещала вам видео о кормлении индейки свиным комбикормом и целесообразности этого мероприятия и о целесообразности кормления пуриной наших бройлеров что выгоднее сравним посмотрим это все остается в силе я постараюсь максимально быстро выпустить эти видео для вас на нашем канале оставайтесь с нами это не под нагревателем это сбоку то есть под нагревателем теплее но по их расположению можно понимать вот не пугайтесь есть ты видишь перевертыши? и второй расклеился все вот перевертыш лежит смотри вот видите они кугуляются на спину и лежат благополучно и вот таких вот индюшаток могут затоптать вот второй видите они лежат на полу спиной вот такие индюшатки они ориентацию свою находят на следующий день там допустим полтора суток вам надо чтобы немножечко прийти в себя вот видите его перевернули и вот они нормально более-менее сидят вот они мои хорошие и опять он видите ковыляется ну короче если их не тревожить и они правильно лягут первая ночь это главное на самом деле в прошлом году я помню что я очень сильно была расстроена из-за этого сильно очень испугалась но на самом деле испугалась и расстроилась можно сказать зря потому что они как-то потом сами да все выровнялись правда? да к синим помечены у нас хайбрид ойти биги синенькие головки не только синенькие они еще по два кольца так не пугай пожалуйста по два кольца на лапах имеют чтобы если одно сварилось второе осталось вот что с ними такими делать хулиганами это кстати по-моему тоже ошибки инкубации перегрев вроде это потеря ориентирования сверхниз кстати и обратите внимание сиденькие все носятся вот все башочки что торчат да биги как-то пободрее вот вот смотрите вот у него очень большой интерес к пластыру вот в этот в этот раз но не в этот раз а это первое совместная инкубация бигов и хайбридов была но биги как-то знаете по здоровье скажем так они вообще без проблем выскочили и нету никаких там перевертышей и так далее хотя биги выходили одни из первых ребят не знаю получится или нет у меня так спасать индюков короче я подумала каким образом можно зафиксировать индюка так чтобы он не переворачивался его лапы были внизу если это не веревки не советую пробовать изоленту по причине того что она прилипает к пуху на ноге и к коже так что потом снять ее без кожи с ноги очень проблематично это я в прошлом году натыкалась сейчас я пластыри и все на свете короче они либо скидывают либо разрывают все непонятно откуда такая сила ну в общем зафиксировать его можно мне кажется с помощью вот такой вот ответной части от бутылки то есть я для рассада режу бутылки остается вот эта вот штука это вот вороночка такая где-то на канале я не помню кого видела я такой способ воронку сажать и по-моему цыпленка вертолета но я не помню тут четко не буду врать воронок у меня нету причем в таком количестве и я вот вот его в этом попробую посадить индюшонка у него ножки волею судеб должны быть вниз и он должен быть зафиксирован так чтобы не переворачиваться на спину дам пентавит каждому в клюв дам ему попить и посажу вот в такую импровизированную такую емкость да что называется для фиксации вот этих индюшат попробуем так сделать может быть попить и пентавит им на полдня хватит а этого времени будет достаточно чтобы они немножко в себя пришли и нашли где вверх-де-низ попробую вот так сделать появился в доме вдруг очень вежливый индюк раз по тридцать в день не реже он кричал и вы невеже заходите что ли в гости поучиться вежливости я и сам кричал индюк доктор вежливых наук и жена моя пример замечательных манер даже когда спит она видно что воспитана и так вот что получилось в итоге ведро ведро еще одно ведро в каждом по 4 индюшонка но я думаю что штуки две я уже себе придумала но то есть я вижу ножка немножко уходит и я в общем посадила на всякий случай пентавит маленький кусочек в клюв или несколько мелких как пыль да просто чуть-чуть прям совсем потом водичкой запилим из шприца вода тоже кстати с витаминами просто брала из банки и посадили всех вертикально все ведро вот этим пока цепком запрыгнуть будет сложно чтобы они на голову не сели или не застряли где-то посередине мы не потеряли стаканы эти воронкой потому что лапы вниз скатываются когда они там не прыгали не шевелились все равно надо посматривать ножки всех вниз пускать так еще они их не затопчут большие и более сильные их не затопчут они дадут возможность маленьким и слабым немножечко окрепнуть вот потом еще какой в этом смысле плюс я с уточниками не продам этих цыплят потому как они у меня в ведрах отдельно я их где-то вот до вечера так точно буду держать дальше посмотрим как пойдет потому как ни одна проданная плохая птица не стоит вашего имени и вашего имиджа поэтому вот так и еще момент кстати заметьте ну хотя в принципе 20 штук или 150 штук это разница большая поэтому ну все короче хайбриды нету в стаканах ни одного бига буду ждать ведра не ставим близко к обочине то есть или совсем вплотную чтобы не мог индюшонок другой туда проникнуть и застрять это важно или далеко так чтобы без вопросов он мог проскакивать а в идеале лучше бы вот так конечно я в центр под лампу не хочу совсем встать потому что они будут иметь возможность уйти от нее так нашим методом мы справились по большей части с перевертышами перевертыши я больше не вижу вообще но лапы так или иначе все равно у некоторых разъезжаются причем я заметила что это не те же самые которые были из 12 штук 3 мы потеряли и осталось соответственно еще 9 9 этих штук они в принципе практически так скажем не отличались от остальных индюшаточек поэтому были приняты были приняты решения что мы их отпускаем в общее стадо потому что всех уже тех которых сейчас продавать мы продали уже с уточниками остаются только на подрощенные вот но снова же буквально на следующий день я заметила что есть индюшатки с разъехавшимися лапами поэтому будем спасать их по другому я их во первых буду отсаживать отдельно потому что если вы видели или помните ситуация в прошлом году заключалась в следующем они вот этими лапами в общей куче удавили индюшат которые вообще ничего не страдали в общем они их просто удавили посмотрите видите этот падает прям совсем падает а вот эти два давайте вот так а вот эти два более-менее нормально передвигаются но их будут толкать и я боюсь что они удавят других поэтому я им посыплю корм сюда и поставлю им баночку с витамином чуть-чуть ну сейчас я все сделаю и корм посыплю просто так вот у одного даже коленка разбита видите кровь отпечаток есть бедненький мне кажется что это как раз вот этот видите он толкался толкался и дотолкался так что у него сустав разбит я сейчас помажу тебя зайчик помажу ставь ножку правильно правильно ставь давай сейчас я думаю что они немножко успокоятся здесь для них все это новшество покажу какую я делаю для них как я делаю вот эту вот петельку для них сейчас вам покажу моих малыша так уберем сейчас тепло потому что им здесь совсем не место вместе с ящиком ну вот я думаю абсолютно понятные вещи то есть две утяжки видите и петельку которую связываю вот таким образом сейчас я покажу какие наручники еду для них делаю вот такого плана наручники получается и сейчас мы на лапки оденем вот посмотрите какая моя лапулечка видите папа какая сухая и пушистая это значит точно он у меня в 12 не сидел значит что он почему-то сейчас лапки разъехались сейчас витаминку в клюв и вот эти наручники мы ему оденем на лапнички вы индюшонок обвиняетесь в том что у вас ножки как у волочковой разъезжается в разные стороны не по делу поэтому мы вас да не кричите вот видите вот до такой свободный достаточно даже его нара посвободнее оставила вот с вами болтаю вот мы вас поэтому одеваем наручники и сажаем в изоляцию я делала выше до колен и пробовала разными методами в общем вот здесь в этом месте мне кажется самое вот что ни на есть нужное место ну покажи эти браслетики они туда-сюда тоже ездят то есть вот он вот таким образом ножки к себе подтягивает ну давай давай подожди подожди ну подожди ты так ты там опишешься очень вот мы поборемся за тебя еще один два три 4 5 6 этот седьмой причем один из них это битка вот мои сладкие индюшатки перестелила я им все тут рано им еще на сеточки ходить у них еще ножки проваливаются вот мои малыш шарики со связанными лапами остальные выпущены потому как уже более-менее хорошо себя чувствует ни одного пока мы не потеряли но я думаю что вот этот конечно вы сами видите да совсем плохенький за остальных мы еще немножко поборемся самый бодрый из них кстати век вот чуть-чуть синяя вот он пьет пьет как раз у него на лапках колечки розовое колечко сейчас видно сразу видно да те которые в которых есть шанс идти у которых шансов мало но мы попробовали и и кое-что у нас все-таки получилось следующие следующие сутки смотрите четверо в общем ходят хорошо это со связанными ногами причем что меня очень удивило это вот этот который лежал на боку в общем а вот сейчас посмотрите он со связанными лапками в общем хорошо перемещается этот бегать будете здрасте один еще жив но я думаю что все сейчас я скажу саша надо убирать ничего мучиться и один умер оставим их еще с этими путами на денечку ну вот в общем пришло время освобождать моих маленьких индюша так уже что будет то будет о господи они тут наталкиваются вообще их куча целая ну ладно все значит колечки снимаем будем надеяться на то что у них ножки выровнялись из всех моих стараний в общем что получилось вот индюшонок big если вы видите у него лапа все равно уходит в сторону он передвигается но очень плохо а вот этот индюшонок та же самая история у него лапа все равно видите уходит то есть она он ее не подтаскивает он ее тащит сзади вот эти два значительно лучше насколько я вижу сейчас я сниму с них веревочки посмотрим видите он хорошо стоит так же как и вот этот индюшоночек вот он он тоже передвигается лучше этот не жилец это сразу понятно видно все значит как бы ни был жесток этот мир в общем вот этих я считаю трех надо убирать эти два имеет право на жизнь дальнейшем так из всего сейчас поголовья мы потеряли 5 индюшак 5 но к пяти присоединяться наверно вот эти трое у которых лапа в любом случае вывернуто очень жалко нам бигла но нет но поймите это это жизнь то есть я пыталась сейчас меня снята веревка и он не может никак передвигаться вот своего малыша только что сняли браслетики до сняли браслетики как ты ходишь покажи пожалуйста встань но встань ты ходишь как ты ходишь покажи вот так ты ходишь как ты ходишь то странно ну ладно научимся да идейте 10 дней сегодня давайте мы сразу скажем что регулятор у нас температурный сейчас я покажу вам он у нас на 29 включения и на 30 выключения поверьте на слово это так вот датчик у нас висит вот на таком уровне видите то есть он получается сбоку да то есть в пятне нагрева температура повышен вот смотрите они уже со мной соглашаются так вот такие красавцы блин я просто соскучился по ним не могу год их не держал вот такие они прям очаровательные это какой-то ужас не хочется думать о плохом через 6 месяцев но они сейчас очень хорошо не улюбляйся смотрите они сразу же проявлять интерес кольцам к золотым изделиям ну в общем любопытки как вот мы их и называли любопытки они есть вот кстати говоря пятнышко кровавое смотреть кто-то клюет его у нас когда вчера или позавчера произошел произошла попытка расклева у одного индюшонка да да это вы делали правильно значит он помазан у нас алюми спреем где-то я не знаю не вижу это смотрите происходит при всем при том что лампы у нас две горят сейчас синего цвета но я понимаю почему происходит потому что крышка прозрачная вот вы видите да смотри покажи и вот лампа получается над ними практически горит им ярковато потому как вот днем при дневном освещении как проблем таких не возникает так вот смотрите нашего куб рыбаков на жда закрыл крышку это мой малыш я пытаюсь его все-таки выходить вот такие шины не наложено я сделала из пластика из прозрачную шину которая крепится к его вот этому суставу который он подворачивает под себя вперед чтобы он не подворачивала в этом месте и в этом за лапу крепится с этими как это называется стяжками да и у него это прозрачный пластик переходит на эту лапу и держится за бедро на этой ноге чтобы не выкручиваться то есть это ножка у него очень хорошая нормальная а вот эта ножка у него больная чтобы они не расходились они еще между собой связанные веревкой жгутиком я очень надеюсь что ему это поможет вот я сделаю это не он сутки до в этом карте до сутки короче завтра я буду снимать посмотрим в ручном режиме он передвигается мною от поилки кормушки его сородичи клюют вот в эту шину потому что им интересно что такое блестящее но без последствий пока кстати вот второй смотри еще с красным пятнышком да да надо суставы мазать надо вот эту лампу как-то отключать чтобы она это не горела что в таком случае сделаем я возьму баниоцин я засыплю и туранку баниоцином она будет беленькая телефон она будет беленькая и не будет совсем видно как раз это то что надо потому что сейчас цвет ни в коем случае нельзя им никакой яркий давать никакой и даже браслетики на лапах интересуют они начинают них браслетики без последствий но пластиковые да им неважно а так и все сейчас привлекаем просто все и я игрушки повешу завтра так по пропойкам смотрите что даю им я даю им гоматоник чередуя с аминовиталом два вида витамина даю день и в ночь ставлю им битом 11 или 12 12 и давал я им три раза у меня было остаток фаспренил давал им три раза фаспренил они меня выпивали у нас была ваша птица мы ее распродали вот отсюда еще 10 до штук уедет нас в две недели остальные уже нам здесь у нас сейчас на данный момент 18 бликов остальные конвертера сколько я сейчас точно не могу сказать но это не принципиально около 60 должна остаться с бигами вместе предлагаю взвесить 5 конвертеров и посмотреть 10 дней если разница я внулила ведро поэтому ведро заберу сейчас чтобы посадить туда 5 без браслетов ты чё ты чё решил вот так прям всех 5 взять все без браслетов сколько 3 давай еще два они очень любопытные совсем не пугливые 5 чищи эксперимент этот девочки где тут мальчики где тут кто да извините о пике головенки это хайбрид конвертер головенки уже совсем практически без метки кстати они на вид если честно кажется я хотел сказать что на вид хайбриды побольше ой ой какой красивый расфуфырен и вы скажете как отличить мальчика от девочки вы посмотрите вот немножко вниз в общем пока хайбриды как будто бы как-то по бодрее мне так кажется побольше нет есть такое впечатление скажи внизу ты посмотри господи я так люблю когда они распуфыривается уже вот мальчишка и вот второй с ним видишь это стоит может ему какими любопытные любопытные единороги по-другому эту птицу не назовешь чудесные короче ну все растем дальше наблюдайте кому интересно подписывайтесь на канал жмите в колокольчик чтобы не пропускать новые видео а это замечательная птица наверно самый прикольный птицы в наших в нашем и не только в нашем хозяйстве но они вообще конечно замечательные очень интересные такие животные все пока но по сарам но и Продолжение следует...